Муж и жена, музыканты с консерваторским образованием родом из Саратова, единомышленники Александр Амельяненко и Елена Резникова, ровно 10 лет назад открыли в Брюсселе музыкальную школу «Щелкунчук». В Российском Центре науки и культуры 18 ноября состоялся концерт «Планета фортепиано», посвященный этой первой круглой дате, при поддержке Международного фонда Александра Сергеевича Пушкина и его программы поддержки молодых талантов. Мы высоко оцениваем эволюцию музыкальной школы «Щелкунчик», которую мы наблюдаем уже много-много лет. Школа дает детям прекрасную возможность изучать музыкальную культуру, игру на различных инструментах. Мы познакомились с Александром и Еленой 21 год назад в театре на постановке по Александру Сергеевичу Пушкину. Они были в кругу певцов и музыкантов, которые выступали. С тех пор мы следим за их творчеством и можем сказать, что это большие труженики, которые очень много работают в воспитании нового поколения музыкантов. Мы желаем им продолжать этот педагогически сложный труд. Мы желаем им продолжать этот педагогическую музыкантов. Дальняя школа «Щелкунчик», она не единственная здесь в Брюсселе, но я считаю, что она по праву заслуживает от самых высоких оценок. Александр Амельяненко и Елена Резникова, они сделали большое и делают они большое дело тем, что своим преподаванием, своими замечательными методиками они привлекают детей разных народов к сокровищницам мировой музыки. Елена Резникова, выпускница Саратовского педагогического института музыки, в Бельке и преподает Брюссельской международной католической школе БИК. По методике известного педагога Татьяны Смирновой, которая предполагает индивидуальный подход каждому ученику. Как педагог по фортепиано и вокалу, и хоровик, Елена дает ученикам попробовать себя в разных стилях и направлениях, от классики до джаза, что очень ценят ее ученики. Просто у нас начало появляться все больше и больше учеников. Здесь, в Бельгии, приехали мы в Бельгию уже сколько, 17 лет назад, и муж мой учился в консерватории, постепенно стали появляться ученики, и когда их набралось уже достаточное количество, надо было что-то для них более конкретное придумывать, чтобы не просто какие-то частные уроки, а чтобы была какая-то структура, чтобы все это приняло какую-то более определенную форму. И тогда родилась идея, разумеется, музыкальной школы, ну а музыкальная школа, в которой педагоги из России, как она еще может называться, кроме как щелкунчики. Тем более, что в нашей квартире портрет Чайковского висит на месте иконы. В концерте приняли участие не только щелкунчики, но и весь хор Брюссельской международной католической школы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я изучала артистические дисциплины с трех лет, такие как балет, джазовый танец, пианино, скрипку и вокал. Я обожаю все это, и если смогу сделать свою карьеру в области музыки, то обязательно сделаю это. Много очень детей прошло через нас, разумеется. И у нас есть огромный шанс, что в Бельгии, к сожалению, бельгийцев, к нашей радости, очень низкий уровень музыкальной школы. На консерваторском уровне еще можно о каком-то уровне говорить обычно, но чтобы туда попасть, музыкальные школы и академии бельгийской совершенно недостаточно. Это наш шанс. И 10 лет назад мы легализовались. До этого просто как начинали, пытались давать отдельные уроки, как все. Потом у нас появилась в 2006 году музыкальная школа. Назвали ее «Щелкунчик». Просто вот «Щелкунчик», потому что. И в этом году, что особенно интересно, это то, что те дети, которых вы сегодня видите, все они учатся в British International Catholic School, в БИКС. И они одновременно наши ученики, почти все из них наши ученики. В этом году не только 10 лет нашей музыкальной школе. В этом году еще один юбилей, о котором Лена терпеть не может рассказывать. В этом году ровно 10 лет, как она в школе БИКС работает. Так что у нас тройное юбилей, четверное, как хотите. Но идея, как ни странно, идея концерта родилась не благодаря юбилейным каким-то датам, а просто потому, что в этом году звезды так сошлись, что у нас есть три замечательных совершенно солиста, два из которых, Самиэль и Жозеф, это их последний год в Бельгии, к огромнейшему нашему сожалению. Ариэль, я надеюсь, останется с нами еще несколько лет. Это наша дочка, прежде чем как выйти замуж. Ариэль, я надеюсь, что у нас есть несколько лет. Ариэль, я надеюсь, что у нас есть несколько лет. Ариэль, я надеюсь, что у нас есть несколько лет. Ариэль, я надеюсь, что у нас есть несколько лет. Ариэль, я надеюсь, что у нас есть несколько лет. Это не случайный, опять же, выбор. Нам очень хотелось показать, что фортепиано – это такой инструмент, который притягивает к себе все остальные виды искусства. Фортепиано может существовать и как сольный инструмент, и как аккомпанирующий инструмент. Скажем так, вот если представить себе, что играем оперу или оперетку, но у вас нет оркестра, фортепиано вас может выручить. Опять же, если вы хотите танцевать, фортепиано может сыграть вам все, что угодно. В театре фортепиано тоже имеет свое постоянное место как иллюстрирующий инструмент. Шэнг Цунгян – тайванский дипломат на уровне посла в 40-летнем стаже. Шесть лет назад последовал за женой, которая работает в посольстве Тайваня в Бельгии, и начал свою карьеру в качестве очень хорошего отца. Его сына Я, Жозеф и Смэль, оба достигли больших успехов в музыкальной школе «Щелкунчик». Репетиция – долгое занятие. Господин Янг угощает ребят вкуснейшими и свежайшими восточными пирожками. Нам очень нравится мадам Елена и ее стиль преподавания музыки, и особенно пианино, который она дает моим двум сыновьям. Мы очень любим ее великолепное преподавание. Экстрат! Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали 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 Симон.